Привет, дорогие друзья! Сегодня с вами мы покроем маслом вот эти замечательные часы и покроем их правильно маслом, так, чтобы действительно защитить наше дерево от разных воздействий, как солнечных лучей, так и влаги, образование плесени и так далее. Поехали! Итак, для начала располагаем наше изделие на поверхности стола. Внимательно читаем этикетку по способу применения, времени высыхания, а также мерах предосторожности. Одеваем защитные перчатки. Теперь можно приступать к нанесению масла. Для этого хорошо встряхиваем нашу баночку со всех сторон. Наносить масло нужно вдоль волокон древесины и только так. Можно использовать валик, щетку, я буду использовать кисть с жесткой щетиной. Необходимо в первом слое нанести масло равномерно по всей поверхности, вдоль волокон, как я уже сказала. Видите, как я обхожу свою смолу стороной? Я не наношу на нее масло, так как до этого я очень активно ее полировала и выводила до глянца. Если я нанесу масло, то в этих участках смола может потерять свой глянец, которого я так добивалась. Данное масло подходит как для рабочих поверхностей, так и для мебели. Оно на натуральных составах, поэтому такое масло гораздо предпочтительнее. С ним вы не заметите вставшего ворса. Если будете наносить по рекомендации в несколько слоев, то добьетесь очень хорошей, твердой, прочной поверхности, которой будут не страшны царапины и другие механические воздействия. Масло, которое все же попало на смолу, я аккуратно в несколько раз вытеряю тряпкой. А как же быть с трещинами, залитыми смолой, спросите вы. Их можно без проблем проходить также маслом, на этом заморачиваться не стоит. Маслом покрывается вся поверхность дерева, с лицевой стороны, с обратной и с торцов. Часы я покрываю маслом на один слой, с двух сторон, при этом дожидаясь его полного затвердевания, обязательно. Столешницей я покрываю минимум в два слоя, для того, чтобы как раз таки добиться той самой прочности. Но очень важно, чтобы первый слой дождался полного застывания, а это не менее 12 часов. Иначе, если вы нанесете новый слой, второй, раньше этого срока, то это просто будет зря, потому что новый слой разъест предыдущий и обещанный характеристик масло не наберет. Итак, у меня прошел час после первого нанесения масла. Излишки я удаляю тряпкой и оставляю изделие, для того, чтобы оно набрало прочности. Спустя 12 часов можно клеить цифры. Да, цифры можно клеить на масло, так как оно уже стало твердым, не липким и не маслянистым. Для зеркальных элементов я использую исключительно суперклей. Он не разъедает поверхность с обратной стороны зеркального изделия. Ну что, наши часы почти готовы. Посмотрите, какую бархатистую поверхность приобрел наш слеп ореха.